Эти матчи вызывали интерес прежде всего тренерской дуэлью. Совсем недавно, несколько лет назад, Александр Климов и Евгений Чернов работали в одном клубе. Нынешний наставник барнаульцев возглавлял команду молодежной хоккейной лиги «Алтайские беркуты». Главный тренер красноярских рысей – Алтай. Как известно, с приходом нового руководителя Чернов остался не у дел и отправился работать в Красноярск с местным фарм-клубом «Сокола». Безусловно, ему хотелось выиграть в Барнауле и показать, что даже с молодежной командой нужно считаться. Уже в дебюте встречи гости сумели реализовать большинство, поведя 1-0. «Алтаю» пришлось прикладывать усилия, чтобы переломить ход встречи. Сложно, конечно, отыгрывать, сложно. Ну, еще раз проявили ребята характер, как бы. Ну, надо по ходу игры, моменты есть, надо забивать, как бы. Вот с этим у нас проблемы большие, очень большие проблемы у нас. Созидание вроде бы начинается сюда проявляться, да, а в завершении у нас проблемы. И все же в середине второго периода Роман Решетников сумел сравнять счет. Гости, заработав в очередной раз численное преимущество, пропустили контратаку. 1-1. В третьем периоде Алексей Епифанов вывел красноярских рысей вперед. Но уже через три с половиной минуты Виталий Уткин восстановил статус-кво. 2-2. До конца основного времени матча голевых моментов у ворот соперников не было. Вратари играли надежно. Встреча плавно перешла в овертайм, где удача была на стороне барнаульцев. Очень сильно разочаровались. Ребята все старались, молодцы бились до последнего. Ну вот в овертайм чуть-чуть не дожали и все, проиграли в игру. А так все старались. Надеюсь, завтра будем справляться. Автором победной шайбы в составе Алтая стал нападающий Владислав Шляхтов, который хладнокровно переиграл вратаря гостей и принес победу своей команде в тяжелом матче. Он вышел на смену, подкрикнул игроку, на него двое пошли соперника, он отдал в пусты и все, я один выкатился. А там уже само бросилось. Повторить успех на следующий день нашему коллективу не удалось. Красноярские Рыси взяли реванш. Игра закончилась со счетом 3-1 в пользу гостей. Следующие встречи команда Александра Климова проведет на выезде. 16 и 17 февраля барнаульцы в Кургане встретятся с местным юниором. Дмитрий Гладких, Анатолий Фукс. Новости.